Добрый вечер на Щелковском телевидении «Диалог о православии». Мы часто говорим на все воле Божье, но готовы ли мы всегда принять промысл Божий? Как нам научиться доверять Господу и благодарить за все, и за радость, и за скорби? Сегодня об этом поговорим. Отец Мини, добрый вечер. Добрый вечер. Есть ли разница в вере в Бога и вере Богу, то есть доверие? Ну, конечно же, есть, потому что мы даже из этих слов между людьми употребляемых, мы чувствуем эту разницу, потому что человек, которому я доверяю или которому не доверяет, это более близкие отношения, которые просто верят, что да, ну вот есть там человек такой. И вера – это знание, да, что мы верим, что это есть. Ну, допустим, если брать разговор о Господе, то мы знаем, что Бог есть. А доверие Богу – это уже совсем другое качество. Это мы не только знаем, что Господь есть, но мы еще Ему и доверяем. То есть мы более близко с Ним находимся в общении, в более близком общении. То есть можно доверять только близкому. И если человек настолько близок к Богу, что он Ему доверяет, то тогда, конечно же, он по-другому себя ведет и по-другому проявляется его вера в Бога. Потому что можно привести слова такие из священного писания, что и бесы веруют и трепещут, да. Но они не доверяют Богу, они борются с Ним. Хотя и верят, что они знают, что Бог есть. И это явное для нас различие. Но вообще эти слова «вера», «доверие», «верность» – это все одно целое, которое должно в человеке с течением его жизни развиваться. То есть человек должен от веры в Бога прийти к верности Богу через доверие. И это цель жизни христианской. А как можно прийти к верности Богу? То есть без истинной веры, ведь многие скажут, я верю в Бога, но не знаю же истинное. Ну, что-то есть. Причем, как мы неоднократно с вами говорили, что тут же и суеверие, да. То есть, например, там какие-нибудь перцы висят у людей, да. Ну да, подковы, перцы, там черная кошка пробежала. То есть много суеверных моментов, которые совершенно не влияют на жизнь человека, если бы он в это не верил. Но как прийти к истинной вере – это вопрос очень такой внутренний, интимный, сложный вопрос. И у каждого этот путь, он по-своему проходит. То есть кто-то приходит к вере в Бога от полного неверия через какие-то ситуации в жизни. Ну, кто-то там на войне пришел к Богу, когда он вдруг вот там был на краю гибели, воскликнул «Господь, если ты есть, помоги». И Господь ему помог. С этого момента он стал верующим. Кто-то пришел в жизни, в своей семейной жизни, или в работе, или со здоровьем что-то случилось. То есть это вот 90% людей приходят к вере в Бога через проблемы, тяготы, скорби, болезни. Но есть и часть людей, которые приходят именно ища истину, ища цель жизни, ища смысл происходящего. То есть, ну, наверное, процентов 10, если так статистику приводить, которые задают себе вопрос, а зачем я живу, а с какого цель нашей жизни человеческой в этом мире. Ну, не просто же родиться, родить себе подобного и умереть. Не для этого же мы живем. То есть это какой-то растительный образ жизни получается. И тут уже такие мысли, наверное, приходят человеку от недовлетворенности своей жизнью. И это тоже, да. Но есть такой творческий потенциал, человек ищет истину. Как есть ученые, которые хотят докопаться до какого-то там закона природы. Вот хочется им понять, почему яблоко падает, не взлетает в небо, а падает на землю. Вот закон всемирного притяжения, там гравитация открыта и так далее. Вот здесь внутренние законы, человек, видя эти внутренние законы жизни, своей души, видя законы внешней жизни всего вокруг человека происходящего, он понимает, что это не случайно. Как можно случайностью назвать то или иное событие, которое даже предположить иногда невозможно, особенно если это чудеса, происходящие в жизни человеческой. И через это человек задается вопросом, а почему, а откуда, а как. Или если рассматривать человека самого как творение Божие, то мы видим, что здесь есть тело, есть душа. И душа, она больше тела, то есть она более богата, она более емкая, она вечна. Тело, если умирает, то душа-то она не умирает. И, конечно же, если человек понимает, что у него в душе огромное количество возможностей и качеств, которые необъяснимы с точки зрения материальной, это тоже приводит его к поискам. А почему, откуда? Очень умилительно смотреть, как маленькие дети спрашивают родителей, откуда я появился. Или если там братик или сестра рождается, а как мама у тебя в животике появился там братик, сестра. Вот это уже... Что надо отвечать в таких случаях? Да, это вопрос. Каждый родитель свой ответ находит в этой ситуации. Но, конечно, можно просто сказать, от Бога. Господь, есть же совершенно ясное, четкое, не обман, четкое объяснение. Каждый ребенок от Бога даден. Вот от Бога ребеночек появился в животе у мамы и потом родился на свет. То есть ничего страшного в этом вопросе нет, если мы верующие. Если неверующие, я не знаю, как отвечать неверующему в этой ситуации, потому что очень много последующих вопросов последует. С таким ответом все ясно становится для ребенка, и нет следующих вопросов. А вот если без Бога, то вопросов будет еще огромное количество. Поэтому вернемся к тому, что вот когда дети задают в малолетнем возрасте, задают себе эти вопросы, это тоже поиски Бога. Это тоже поиски ответов, откуда все появляется в этом мире, а куда все исчезает. Когда, особенно, ребенок сталкивается с смертью, там, бабушка, дедушка умер. А куда они ушли? А почему их нету? Вот когда болезни появляются. То есть это все подталкивает человека уже в малом возрасте размышлять на эту тему, на поиски Бога и веры. Но вообще умом, наверное, одним умом тяжело понять. Ну, конечно же. Человек, он имеет огромное количество инструментов в душе находящихся, можно так сказать. Один из этих инструментов – это ум. Есть чувства, есть желания, есть воля, есть какие-то там памяти, другие функции души человеческой, которые не связаны с телом. То есть человек может просто сидеть с закрытыми глазами и проводить огромную внутреннюю работу над собой, над каким-то там проектом. А внешне он просто сидит и ничего не делает. А можно, наоборот, телом что-то делать, а внутри будет пусто. То есть вот эти моменты, связанные с внутренними качествами, они тоже дают нам возможность эти инструменты использовать для поисков Господа. Мы рассматриваем ум человеческий. Мы понимаем, как он мог случайно появиться. Это невозможно. Вот посмотрите на компьютер. Мог ли компьютер сам по себе появиться из песка, кремния и каких-то там других элементов. Вот просто потрясти так в миксере, и там компьютер вдруг образовался. Можно миллион лет трясти, можно миллиард лет трясти, но компьютер от этого не появится. Вот то же самое с разумом человеческим. Он случайно не может появиться. То же самое чувство. Это тоже, как умом мы исследуем себя и внешний мир, так и чувствуем, мы тоже исследуем желания, какие-то волеизъявления, надежда, совесть. Это огромное количество внутренних качеств, можно сказать так, анатомии души надо исследовать. И в каждой части этой анатомии мы опять приходим к Богу, если искренне ищем. Да, и святые отцы советуют искать Бога сердцем. Это высший орган, конечно, души, в котором, собственно, всё и находится основное нравственное начало человека. Потому что, ну, как любой инструмент, им можно принести пользу, а можно и вред нанести любым инструментом. Ну, например, молотком. Можно себя по пальцу ударить, а можно гвоздик вбить или там скальпелем. Можно человека убить, можно его вылечить скальпелем. Вот то же самое инструментами души мы можем принести пользу тем же умом. Подумать, а как бы помочь человеку? Или подумать, а как бы отомстить человеку? Один и тот же разум, но здесь он в плюс, а здесь он в минус работает. Так же и чувства. Они тоже могут действовать в плюс, могут в минус. А вот сердце, содержащее нравственное начало, то есть душу человеческую, в котором прописаны заповеди Бога в виде совести человеческой, вот оно как раз и определяет, куда эти инструменты души человеческой направляются. И здесь, конечно же, на него и надо опираться, и его надо тоже очищать от всех наслоений ненужных и вредных. Вернемся мы к вере в Бога без познания Господа. То есть мы видим апостола Павла, который гнал, он тоже таким образом служил Господу, он так считал. Ну, вот так. Да, да, он считал, что он в истинной вере находится. Но здесь опять очень интересный момент, когда мы видим, что Господь, видя, что человек искренне заблуждается, он ему является и исправляет его. Как с апостолом Павлом, собственно, и произошло. Он в пустыне, когда тот шел в Дамаск для борьбы с христианами, для того, чтобы взять под стражу, привезти в Иерусалим и судить. Господь им явился на этом пути в пустыне и побеседовал. Сказал, Саул, трудно тебе идти против вражна. Павел говорит, а кто ты? Господи, я тот, которого ты гонишь. И с этого момента его вера стала истинной. То есть он до этого момента верил в Бога, что Бог есть. Но это была не совершенная вера, а такая, как бы сказать, оторванная от реальности. Как только он уверовал во Христа, через вот это посещение Господом его, он покрестился и он изменил полностью свою жизнь. Коренным образом. Если до этого он гнал христиан, то после этого момента он стал сам гонимым. То есть его стали убивать за проповедь христианского. Он стал проповедником во всей Айкумении, тогда Римской империи. То есть он и в Италии, и в Испании, и в Европе, и в Азии. Везде проповедовал Павел. И везде, где бы он ни был, он насаждал веру во Христа, и церковь насаждал. Вот такое сильнейшее изменение от одного посещения Господа. То есть и людям, наверное, можно посоветовать искать Бога. Не то, что просто исполнять. Ну, положено так вот сделать. Пойти там свечку поставить, например, да, просто. Исполнить какое-то такое дело. Я бы даже сказал словами Евангелия. Ищите и обрящите это слова Господа. То есть сам Господь нам предписывает искать Его. Толците, то есть стучитесь, и вам отворят. Да, и прежде всего Царствие Божие. Остальное все приложится. Да, остальные вот эти все наши земные суета-сует, дрязги всякие, Санта-Барбара, они все приложатся. Но они вторичные, третичные. А первичное все-таки Царство Небесное, которое внутри вас есть. Это тоже слова Господа. И Его-то мы и должны искать. И оно как раз не в разуме, Царство Божие, не в чувствах, а в сердце. И здесь мы как раз и встречаемся с Господом в сердце своем. Удивительно, Господь так сотворил человека, что он может жить в человеке. Вы – храмы Божии, да? Господь говорит всем верующим в Него. И храм Божий, он как раз создан для того, чтобы в нем жил Господь. Поэтому, если мы живем достойной жизнью верующего человека, то мы внутри себя встречаемся с Господом. Удивительно, но это факт. Как сочетается доверие Богу с тем фактом, что не все исполняется, о чем мы просим? – Ну да, вот не всегда все, что мы хотим, нам Господь дает. Но это можно на простой аналогии родителей и детей объяснить. Когда ребенок, например, простыл, там у него горлышко болит, а хочется им мороженого. Родителям не дают его мороженого. А для ребенка это трагедия буквально. Как так? Вы меня не любите, вот я прошу, а вы не даете. Но родители понимают, что это ему вредно. Поэтому не дают. То же самое и здесь. Господь не всегда отвечает на наши просьбы, потому что видит, что это нам вредно. Или, когда Господь не дает нам сразу просимого, Он проверяет нашу любовь к Нему, нашу верность Ему, нашу твердость веры. – Или просто не время, да? – Или, да, или какие-то обстоятельства жизни сейчас вот еще не сложились, чтобы это дать. А потом это будет. Ну, как в детстве, вот я воспоминание такое сейчас промелькнуло, в детском саду были такие машинки, которых на педальном ходу вот все садились там, детишки катались. Вот это была, наверное, мечта у всех детей такие машинки иметь. Ну, не все их имели. В детском саду, наверное, многие только их и могли видеть. А сейчас вот все ездят на машинах, повзрослели, и машины уже другие, не на педальном ходу. То есть всему свое время и всему свое место. Поэтому здесь мы должны все-таки понимать, что Господь нас любит, как Отец наш Небесный, как родитель. И любит больше, чем наши родители земные. И, естественно, даст нам все, чтобы нам хотелось иметь, но только на пользу. Да, это хорошо. Мы сейчас с вами говорим о таких примерах жизненных, о мелочах жизни. Но самый серьезный для человека, наверное, такой выбор, когда человек лишается близкого человека. И здесь, конечно, очень многие, к богохульству даже прибоятся, потому что люди отворачиваются от Бога. То есть они обижаются, ропщут, озлобляются. Да, да, есть такое. Обида на Бога. Вот удивительно, да. То есть вера в Бога у человека сохраняется, он знает, что Господь есть, он верит в Него. Но вместо того, чтобы молиться Господу, Его благодарить, он озлобляется на Него и обижается на Него. Почему ты отнял у меня родителя или чада, или супругу-супруга, или еще кого-то из близких, друзей? Как ты мог отнять? Но мы же не управляем Вселенной. Мы не думаем даже не на годы и столетия, а на вечность вперед. А Господь-то смотрит вперед на целую вечность. И что полезно для этого человека, которого Господь забрал из этого мира? Это нам хотел, это просто наши, как говорят, хотелки. Мне хочется, чтобы он был со мной. Нам тяжело без Него. Нам тяжело, мы в уныние впадаем, мы вот саможелением занимаемся, как я теперь без Него, то есть меня теперь всю жизнь перестраивать. Но это наше самолюбие, саможеление. Здесь нет любви к этому человеку. Мы же не знаем, что для этого человека лучше – остаться в этом мире и погибнуть, пойти в ад, будучи с нами. Или все-таки уйти в этот момент из жизни, будучи на пике своих духовных возможностей, и Господь его забирает, и он идет в рай. Мы же это даже не рассматриваем, вот этот фактор. А он является основополагающим для Бога. То есть Господь всем хочет спасения. И он видит, что если человек останется здесь еще на какое-то время, он погибнет. Духовно, заметьте, погибнет. То есть каждый выполняет здесь свою задачу, как задача выполнена. Ну да, как плоды на яблони. Вот яблоко, оно созрело, оно дальше будет висеть, оно будет портиться только. Поэтому мы его срываем. Так и Господь. Смерть посылается только в двух случаях человеку в этом мире. Либо он уже созрел к переходу в тот мир. Потому что здесь мы все в школе находимся. Нам 5 лет, или 35, или 75. Мы все равно продолжаем в этой школе учиться. И если Господь видит, что мы уже все уроки, так сказать, завершили, и сдали хотя бы на троечку, он нас забирает из этой школы и вводит в тот мир, для которого, собственно, мы и созданы. А мы-то считаем, что здесь основная наша жизнь. А там есть жизнь, нет жизни. Мы даже не рассматриваем в своих размышлениях следующий период нашей жизни. А жаль. Потому что от этого зависит, коренным образом зависит наша точка зрения на той или иной ситуации в этом мире. Вы такую фразу сказали. Нет любви к умершему. В чем заключается любовь? Что делать человеку? Любовь к ближнему, как одна из двух величайших заповедей, заповедок нам Господом, возлюби Бога всеми силами своими, всей душою, всей мыслью. Сей крепостью. Сей крепостью. И вот любви к ближнему, как самого себя. Вот любовь к ближнему, тем более к родственнику, должна, ну, как минимум, иметь те же качества, как любовь к себе самому. То есть как я сам себя люблю, так надо любить этого человека. Если я сам себе желаю спасения вечности, то и ему надо желать спасения вечности. Если сам себе желаю здравия, духовного, а потом уже телесного, то и ближнему своему надо желать сначала здравия духовного, а потом уже телесного. Если я сам себе желаю богатства не тленного, а духовного, вечного богатства, то и родственнику, своему ближнему, своему надо желать нетленного богатства. Как усопшему мы можем помочь? Для усопших мы единственная надежда, потому что большинство людей туда уходит не совсем подготовленными к переходу этому. А если делать ничего нельзя? Да, и какие-то грехи они уносят туда с собой, и сами уже сделать с этим ничего не могут. Здесь остается их надежда на нас. Они надеются, что мы эти грехи возьмем на себя, каким образом? Молитвами за них, добрыми делами в память о них, милостынями, записочками, молитвой в храме и прочими таинствами, проскомидией. Вот этим мы можем им помочь и снять с них те прегрешения, вольные и невольные, которые они не успели, не смогли, не подумали и не сняли со своей души до своего перехода в тот мир. Это наша задача, это наша любовь к ним в этом будет выражаться. А не то, что я вот вцепился в него, и он должен быть со мной все время, пока я не умру. Да, и самая высшая, получается, любовь молитвы за человека, вот именно, подавайте, как говорят, записки заказные, то есть на проскомидию, именно когда Господь своей кровью омывает. Да, именно таинство, чтобы совершалось, то есть таинство, которое совершается во время литургии, когда мы получаем тело и кровь Христову, и потом в этой крови еще и частички, вынутые на проскомидии за того или иного умершего, в эту кровь опускаются частички, таким образом, и душа этого человека соприкасается с кровью, телом крови Христовой, через это таинство литургии, да, вот это высшее, что мы можем сделать для своих близких родственников, уже усопших, уже перешедших в тот мир. Да и даже, наверное, для себя, да, если человек вот так вот тоскует, да, не может, он же как раз вот в церкви, вот как раз это идет единение, да, то есть и умерших, и живых, то есть здесь человек живой тоже причащается телу и крови, Христовой, да, и там, получается, омываются грехи тоже телом крови Христовой. В одной чаше мы все соединяемся, только мы вкушаем тело и кровь в себя из этой же чаши, а те усопшие, они в эту чашу частички за них опускаются по окончании литургии, когда уже, вот, собственно, специальная там читается молитвочка. От мы, Господи, грехи, где поминаем их, крови твоей честной, молитвами святых, святых твоих. То есть мы, это все, как бы, единой церковь становится, то есть мы, причастившись, присоединились к церкви во Христе, они, омывшись в чаше, присоединились к церкви во Христе. То есть единая церковь живых и усопших, она вот в храме объединяется во время литургии, и это, как бы, единая большая семья, которая уже не разделена смертью. Мы все вместе в этом храме находимся. Об этом, кстати, некоторые святые, которым были откровения, они писали в своих же там житиях, им описано, что они видели усопших, просто очередь стоящую из усопших, к жертвеннику, где священник за них вынимал частички. То есть вот они подходили, имена свои называли, а он, ну, невидимо, да, а вот одному из там преподобных было открыто. И он раз, вынимает частичку, он отходит, вынимает частичку, следующий, следующий, следующий. Таким образом, проявляя любовь к ним и через нас, их тоже спасая. Да и человек тоже выйдет из своего горя, да, то есть начнет жить церковной жизнью, начнет причащаться. В любом случае. Как только человек присоединяется к телу и крови Христовой, он успокаивается. Вот удивительно, вот это действие таинства причастия на душу любого человека, ну, верующего, конечно, только, чтобы это было с достойной подготовкой, с исповедью, с молитвами, то есть, ну, как надо это сделать, не во грех причащаться. Тогда причастие, оно лекарство, оно исцеляет душу человека от скорбей. По словам Господа, не ложным из Евангелия, придите ко мне, все труждающие, все обремененные, и аз упокою вы. То есть, я вас успокою. То есть, вы получите покой душам вашим. Вот это мы не ценим, пока не сталкиваемся с какими-то вот такими скорбями, от которых не убежишь. И ночью, и днем вот постоянно эта мысль с тобой присутствует, что, а вот умер, а вот как, я теперь без него. И вот мучается человек, мучается, мучается, и вдруг он пришел на службу, постоял, помолился, и эта мысль отошла. Он успокоился, он отпустил этого человека, потому что для этого человека пришло время прийти в тот мир. А мы-то своеволием занимаемся? Нет. Пусть он будет еще со мной здесь, со мной. Такая капризность детская, да, проявляется в этом. Вот это неправильно. Для тех, кто, может быть, вот сейчас нас слышит, первый раз хочет, да, причаститься, например, вот что ему сделать? И на самом деле это все просто, только сделай первый шаг. Ну, Господь ничего не требует какого-то сверхсложного, то есть каких-то там высших материй, что-то такое. Он просто дал нам свое тело и кровь через таинство на литургии совершаемой и сказал, примите, едите и пейте от нее все. Для этого надо подготовиться достойным образом, чтобы не оскорбить Господь. Даже если не понимаешь, да, ни церковных молитв, ни язык, что происходит. Да, как говорится, не сумняшуйся, да, просто прийти и сделать все по предписанию церковному. Ну, как мы к врачам приходим, вот они нам пишут, там, сделать то-то, 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 такие-то таблетки, там, два раза в день, там, такие-то уколы. Мы же не разбираемся, какие там вещества в этих таблетках, какие там капельницы, что-то там, куда-то там дышать, что-то там делать, там. Мы просто делаем, и это нам помогает. Почему? Потому что за нас думает врач, который специалист в этой области. Но он специалист в области телесных болезней. Вот есть специалист в области духовных болезней, Господь. И он дал нам вот это вот предписание. И телесных, и духовных. А вторично уже и телесных. То есть первично мы думаем о Царстве Небесном, душа успокаивается, а потом уже тело тоже восстанавливается. Они же нераздельны. Пока мы здесь живем в этом мире, душа с телом нераздельны. Потом они разлучаются, тело идет, истлевает в землю, а душа на небо поднимается. Достаточно одного дня попаститься. Один день поста, прийти натощак в храм. Ну, допустим, в 8 утра литургия начинается. Значит, с 12 ночи до 8 утра мы ни глотка воды, ни кушать, ни курить, если кто-то курит. Воздержание супружеской жизни в течение этих суток. И вычитать молитвы вечером. То есть завтра я иду в храм, сегодня вечером я читаю молитвы ко святому причащению. Прямо там молитва-словие такая есть. То есть для первого раза можно послабление без канонов, без аккафиста. Потом, да, потихонечку это все наберется, но хотя бы молитвы ко святому причащению надо обязательно вычитать. Придя в храм, вы должны исповедовать свои грехи. Поэтому лучше вечером на бумажке вспомнить какие-то грехи с вами происшедшие, которые вы не исповедовали, которые мы за них начинаем отвечать с 7-летнего возраста. Если вы не исповедовались никогда, значит, 7 лет вспоминайте свою жизнь. И запишите себе шпаргалку, по которой вы потом священнику все свои грехи изложите. Священник совершит над вами еще одно таинство, да, он будет участвовать в нем, как священник. А Господь вас от этих грехов, названных вами на исповеди, очистит. Вы уже облегчение души своей ощутите. А потом, после исповеди, вы подойдете на причастие. Это все во время литургии происходит. У нас есть звонок, послушаем. Послушаем. Пожалуйста, говорите. Добрый вечер, батюшка, благословите. Добрый вечер, Бог благословит. Когда Господь пришел в храм проповедовать, мы три фресии сказали ему, мы ждем Мессия. Господь сказал им, это я. А они не поверили ему. Почему они ему не поверили? Спаси Господи. Спасибо за вопрос. Ну, действительно, вот читаешь вот эти все моменты, связанные с гонением на Христа, с его распятием, с его предательством Иуды, с его издевательством над ним от первосвященников, фарисеев и прочих. И удивляешься. Ну, как можно не поверить тому, кто вот только что воскресил четверодневного Лазаря? То есть человек гнил уже все, он уже смердит, как сестра говорит Марфа, да, Господи, он смердит уже. А Господь говорит, отворите все-таки пещерку. Камень отодвинули, и он говорит, Лазарь, гряди вон. И выходит умерший человек, уже смердящий, вдруг восстановился совершенно, еще жил потом. Много лет еще епископ был на Кипре, и сейчас его мощи там и почивают, да, мощи праведного Лазаря. К ним можно приложиться, то есть это не какая-то вот выдумка. Это реальный человек, историческое лицо. Как можно не поверить тому, кто воскресил умершего? Как можно не поверить тому, кому, кто ходил по воде, кто исцелял бесноватых, прокаженных? То есть мы сейчас не можем их исцелить, от проказа нету сейчас лекарств, как и никогда и не было. А Господь их исцелял. И, конечно же, удивляет все это, но даже сам Господь плакал над Иерусалимом, когда вот он был в ход Господня в Иерусалим, он оплакивал его, что как горько, что не узнал ты, Иерусалим, время посещения твоего. Таким образом он говорил об этих людях, и за это он был наказан весь Иерусалим через какой-то там небольшой промежуток времени. Он был стерт с лица земли римскими войсками, и все неверующие иудеи были либо убиты, либо проданы в рабство. Иерусалим на 150 лет вообще исчез. Там была потом небольшая деревушка Эли-Капитолина, и об Иерусалиме 150 лет никто даже не вспоминал. То есть совершилось и это пророчество Господа, и не останется камня на камне здесь. И ответ только один здесь может быть – это гордость человеческая. То есть те люди, которые видели все это, которые слышали, которые видели всех участников этих чудес, они закрывали на все это глаза и уши свои, потому что если поверить во все это, надо меняться. Надо тогда подчиниться Богу в лице Господа Иисуса Христа, Сына Божьего, и изменить себя, свою жизнь, и полностью отречься от того, чем ты жил всю свою жизнь. Они не готовы были это сделать, они не хотели ничего менять, а если не хочется ничего менять, тогда что? Тогда закрываем глаза, так называется страусиная политика, да? – Ничего нет, потому что я вот ничего не вижу, и ничего не слышу, и даже не говорите мне ничего о нем. То есть они запрещали апостолам даже говорить о Христе. Почему? Да потому что та же самая ситуация, то есть они думали, убили Христа, и на этом все закончилось. Нет. Оказывается, все стало только еще большим количеством, то есть апостолы своих учеников, ученики апостолов своих учеников, и церковь начала разрастаться в огромных количествах, и это был шок для тех людей, которые убили Христа. И гордость, она делает человека безумным, то есть человек перестает быть логичным, перестает быть разумным, перестает быть нравственным. То есть гордость, она толкает человека на убийство, как они и убили, собственно, Христа, ни за что распяв на кресте, оклеветав и обманув, и, собственно, приговорив ни за что к смертной казни. То есть это все по гордости. Вот так действует гордость на человека. А посмотрите, что сотворила гордость с самым высшим из ангелов, Деницей. Ведь гордость ее превратила в сатану. Он был самый красивый, самый разумный, самый светлый из ангелов. Он возгордился и превратился в сатану. Самого противного, самого неразумного борца с Богом. Вот как можно бороться с Богом? Это же безумие. Как можно бороться с тем, кто тебя сотворил? Ведь у него все силы, все возможности, все... Мы даже вообразить не можем то, чего есть у Бога. Об этом апостол Павел говорит. На ум не взойдет, на сердце не взойдет то, что Господь предуготовил верующим в Него. А они борются. Что фарисеи боролись с Богом, что падшие ангелы боролись с Богом. Вот есть такая часть человечества, которая, к сожалению, обезумела от своей гордыни. Да, и как есть такое тоже мнение, да, священники об этом говорят, что ангелы, они восходят от славы к славе. То есть, да, постоянно совершенствуя ищут Бога. А Дениса, он остановился. Да, сатана остановился и сказал, что мне здесь устраивает, я больше не пойду от славы к славе совершенствоваться. И здесь то же самое можно сравнить с нами, да. То есть, любовь к земной славе, даже Господь сказал такую фразу, да, как вы можете веровать, и слава друг от друга приемлющая, и славы я же от единого Бога не ищете. То есть, люди, все их устраивает. Та же политика, например, да, когда люди там друг другу подставляют, да, там, подножки, чтобы пробраться. Вот эта вот любовь к земной славе, она мешает нам приблизиться к Богу. Любовь к славе – это и есть гордость. То есть, это, ну, перефразированная гордыня. То есть, любовь к славе человеческой, любовь к славе мирской, она нас отторгает от славы божественной, славы на небесах. То есть, земная слава тленная, тут все равно все исчезнет и истлевает. Где те цари и владыки империи, где эти империи? Все, куда это все? Все это в земле лежит и сгнило. То же самое и здесь. Поэтому мы должны из этого исходя понимать, что основная наша борьба – это с гордостью. Это корень всех зол – гордость. И ее надо обязательно в себе увидеть и бороться с ней. И такой звоночек для нас, да, проявление гордости. Что о нас подумают другие люди? То есть, да, для чего мы красимся? Для чего мы красиво одеваемся? Да, да. Для Господа, в общем-то, все равно во что. Потому что жизнь-то важнее, чем одежда. А мы вот подумаем, как там нам на улицу выйти, нам приукраситься. Ну, к сожалению, тоже вот наша такая некоторая неразумность, да, мы внешне ставим выше внутреннего, да. Как Господь сказал о тех же фарисеях, вы как гробы украшенные. Снаружи красота и украшения, и цветочки, а внутри тление. Вот много людей, которые обращают внимание на свое лицо, делают какие-то даже не то, что косметические, там еще и какие-то другие операции делают на лице, чтобы как-то еще более красивым стать. И не только на лице, но и на теле. А потом еще и какие-то там покупают наряды, украшения. Что только не делает человек с собой, лишь бы внешне быть украшенным. А внутри-то чего? А внутри тление. Вот это, к сожалению, не задумывается человек. И в этом как раз ошибка всех, кто ищет славы этого мира. А надо истаровать славу все-таки того мира. Тогда все встает на свои места. Тогда действительно мы должны стремиться к славе, но не здешней, а Царству Небесного. Что необходимо нам для теснейшего общения с Богом? Ведь мы можем какие-то шаги предпринимать. Ну, нам необходимо смириться с Его волей. То есть, если мы хотим, чтобы Бог был с нами, то мы должны услышать Его слова. Кого я послушаю? Того, кто мои слова будет слушать и исполнять. Кого я возлюблю? Тот, кто меня возлюбит и мои заповеди соблюдет. Поэтому это первый шаг, хотя бы узнать эти заповеди. И сам Господь, да? Научитесь от меня. Да, сам Господь говорит... Ибо я кроток и смирен. Да, да, да. То есть, сам Господь нас призывает последовать за Ним, беря Его в пример. Он же зачем прожил здесь жизнь земную? Зачем Он апостолов водил с собой везде? Все неотрывно, они все наблюдали и смотрели, как Он жил. Только для того, чтобы им передать тот навык, те знания, те заповеди, которые они потом передали церкви. И показать пример. Да. То есть, мы ничего нового. То есть, мы опять же берем пример с Господа, через апостолов, дарованный нам, через церковь. И таким образом мы свою волю отсекаем, а волю Божию стараемся исполнить. То есть, мы смиряемся, мы стремимся к исполнению только воли Божией и не как человеческой. Действие благодати в человеке отменяет ли скорби? То есть, вот придет человек в церковь и будет, да, сейчас у него все будет замечательно, прекрасно. Законы этой жизни, они установлены тоже Богом. Как и законы благодати, установлены тоже Богом. И это совершенно разные законы. Причем, закон благодати, он более сильный. Он превалирует над законом этого мира, материальными законами, установленными Богом. Но по законам этого мира материальным мы истлеваем. Мы стареем, мы болеем. У нас какие-то скорби, тесноты, какие-то от этого мира приносимые страдания. Мы от них никак не спрячемся. Но мы можем изменить к ним отношения. Если мы внутри будем наполнены благодатью Божией, то мы на эти скорби, тесноты даже обращать внимание-то особо не будем. То есть, они для нас будут как семечки, как укусы комаров. А вот если у нас благодати внутри не будет, то это для нас будет просто трагедия. Просто мы из мухи сделаем огромного слона, который нас будет топтать всю жизнь, и мы будем в унынии пребывать. И от этого будем страдать еще больше. Поэтому если человек не хочет страдать вот так безмерно и в уныние впадать, он должен обрести благодать в душу. Тогда эти все внешние скорби, они отодвинутся. То есть, человек как бы в таком, в коконе таком благодати Божией будет находиться, хотя эти скорби будут посещать по тем же законам, которые Господь установил для этого мира. То есть, доверится Богу, что Господь все видит, все знает. Волосы на голове вашей сочтены, ни один из них не упадет без воли Божьей. Это слова Господа, не ложные слова. Поэтому, конечно, волосы с нашей головы будут падать, но это и даже и это по воле Божьей. Поэтому мы должны научиться уповать, довериться Богу. То есть, уповать и доверять – это, в общем-то, одно и то же. И вот это через доверие и упование на Господа мы обретем спокойствие и правильное отношение к тем ситуациям, которые нам не нравятся, которые нас напрягают, которые нам приносят какие-то тесноты и скорби. Чем маловерие отличается от неверия? Маловерие подразумевает все-таки какую-то веру. Неверие – это отрицание веры. И если мы сейчас говорим о вере в Бога, то маловерие все-таки говорит, ну да, Господь есть, но Он так далек от меня, что вот я хоть и молюсь, а Он меня не слышит. Вот это вот маловерие. Или как апостол Петр пошел по воде, а потом начал что-то сомневаться. То же самое, хотя Господь рядом с ним стоял. Вот представьте, вот Господь стоит на воде, спокойно, говорит, не бойтесь, это я. Потому что они, апостолы в лодке находящиеся, думали, что это призрак. И воскликнули от ужаса. Господь их успокоил, это я. Петр говорит, Господи, если ты повели мне прийти к тебе по воде, Господь говорит, иди. Апостол Петр перешагнул через борт лодки и пошел по морю. Пошел к Господу, он его видит, тот стоит на воде. Но как только он взгляд отвел от фигуры Господа, посмотрел на волны под своими ногами, он ужаснулся и забыл про Бога и начал тонуть. Вот эту ошибочную ситуацию с апостолом Петром мы повторяем постоянно в своей жизни. Мы должны всегда смотреть на Господа. Тогда мы и по воде пройдем, и через какие-то сложные ситуации пройдем. Мы тогда ничего не боимся. И все преодолеваем. Когда смотрим на Господа, как только мы взгляд от Господа отводим, мы ужасаемся, ну как же, это же буря, это же океан, это же невозможно. Начинаете с маловерия. Но ты взгляд на Господа переведи, и маловерие твое исчезнет. Но это только маловерие. А что еще хуже, это неверие. Человек даже смотреть в сторону Бога не хочет, он говорит, его нет. Нету Бога. Я не верю. Хотя ему надо просто повернуть голову и посмотреть на Господа. Вот он есть. Но он не хочет. И любую фразу, любой довод. Как раз даже в нем находишься-то, да? Да, ты дышишь его благодатью. Если Господь захочет, он отнимет, у тебя даже дышать не сможешь. О чем ты даже не задумываешься. Но раз, и дыхание прекратилось. Что такое жизнь? Ведь ни один из ученых, биологов так не может ответить. Вот одна и та же субстанция биологическая, да, одни и те же реакции химические происходят. И вдруг, вот сейчас она жива, а через секунду она уже мертва. В ней еще ничего не разложилось, у нее еще какие-то даже процессы продолжают течь. Но почему вот здесь есть жизнь, а здесь нету жизни? Потому что Господь ее отнял. И это только в его руках находится. И вот этот неверующий человек, который говорит, что нет Бога, он не может объяснить, что такое жизнь. Но ты хотя бы тогда, из того, что ты не можешь этого объяснить, хотя бы эту часть оставь Богу. Говоришь, я не знаю, что это, но это, значит, в руках Божьих находится. Тогда хоть маловерие, к маловерию придет человек через это. А так он вообще отрицает, и это, конечно же, край неразумия. Ну, вообще, наверное, все мы до единого маловерные. Потому что ведь Господь что сказал? Если у вас будет там вера с горошиное зерно, вы сможете город двигать. А кто из нас сможет город двигать? Да, исцелять можете. Там руку наложил на больного, и он исцелился. Да, тень прошла Петра. Да, и он даже не видел, кто там лежал. А вот тень коснулась лежащего больного, и он исцелился. Там бесноватый. Ну, это же все по вере вашей будет вам. И опять же, слава Господа из Евангелия. И чем больше веры в нас, тем больше мы можем изменять этот мир в лучшую сторону. И наоборот, чем меньше веры в нас, тем больше мир меняется в худшую сторону. Потому что уменьшение нашей веры, мир начинает деградировать. Мы, как были созданы центром мира, да, венцом творения Господа, так мы ими остаемся. И если этот венец творения деградирует, то деградирует все, что ему подчинено. А вся природа подчинена человеку по-прежнему. Все мучаются. И все мучаются, и животные растения, и кризисы, и потепление, и похолодание, и что там только, и ураганы. Ну почему? Посмотрите, как стали жить. То есть христианских, нравственных, моральных каких-то ценностей не остается вроде человеческого. Они все больше и больше уничтожаются, заменяются какими-то там толерантными, там, еще какими-то другими словами, непонятно чего несущими, гуманными, там, общечеловеческими ценностями. И к чему это приводит? Все хуже, хуже, хуже с миром. То есть вымирает все живое, остается только мучающееся человечество. Как мы можем укреплять в себе веру? Только делами, конечно же. Потому что, ну, философствовать, там, разговаривать, умствовать, теоретизировать мы все умеем, но вера без дела мертва, и это апостол Павел сказал. Поэтому, чтобы наша вера была живая, а еще и укреплялась, и возрастала, мы должны ее всегда использовать. То есть, ну, даже инструмент, который мы не используем, он заржавеет. Даже машина, которая не ездит, она, в конце концов, она и не поедет, разрядится аккумулятор и прочее. А здесь не машина без души, а здесь живая вера. Ей надо пользоваться. Ей надо обязательно каждый день применять эту веру. Утром помолиться, вечером помолиться, в течение дня помолиться. Преодолевать какие-то трудности, скорби ежедневные с помощью веры. Тогда она будет возрастать. Ну, как мышцы, да. Вот если мы мышцы тренируем, они начинают укрепляться, возрастать. Вот вера – это, можно так сказать, такая мышца души человеческой. И чем больше эта вера, тем сильнее эта мышца, тем больше она может изменений принести в нашу жизнь. Да, Господь сказал, что «если любите меня, соблюдите мои заповеди». То есть, получается, что дела, о которых мы сейчас говорим, это как раз соблюдение заповедей Божьих. Да, мы только для этого, собственно, здесь и живем. Чтобы научиться соблюдать во всем заповеди Божьей. Если мы это не делаем, а живем только в своем удовольствии, наша жизнь бессмысленно, а то и вредна. Прежде всего нам вредна. Потому что мы сами себя разрушаем своей самоволием, самонадеянностью и самолюбием. К сожалению, мы не знаем, как пользоваться этим миром. Мы не знаем, как пользоваться нашим телом. Правильно пользоваться. Как пользоваться нашей душой. Мы ничего не знаем. Поэтому Господь нас учит. Делайте то-то, то-то, то-то. Тогда это будет все правильно. Ну, как инструкция к холодильнику, купили холодильник, есть инструкция. Ее надо соблюдать. Если ее не соблюдаешь, то холодильник сломается. Вот Господь сотворил нам не холодильник, а весь этот мир и нас сотворил. И дал инструкцию. Вот так делайте. И все будет только хорошо, и возрастать будет, улучшаться. Нет, мы эту инструкцию выкидываем. Я сам знаю, как этим пользоваться. И начинаем все ломать. И попадаем в аварии. И попадаем в беду. Авария духовная, авария телесная, авария общемировая и общевселенского масштаба. То есть вся Вселенная страдает от наших грехов. Да, ну там что заповедь изучать. Нам известны эти 10 заповедей из Ветхого Завета. Не убей, не укради. И заповедь Божия содержится в Евангелии. Основное, конечно же, для нас это евангельский текст. Потому что там они более углубленно рассматриваются. Потому что Ветхозаветные заповеди, 10 заповедей, они больше внешне описывают. А в Евангелии Господь разбирает каждую из заповедей на примерах, на притчах, на блаженствах, на каких-то своих высказываниях. И углубляет их максимально до самой, до дна души человеческой, так сказать, доходит. Чтобы все стало ясно и понятно. И чтобы человеку уже совсем никаких теней тут не было и двусмысленностей. Поэтому Евангелие надо изучать. И там все, вы прочитаете, необходимое для соблюдения заповеди Бога. Да, тем более грех нам, когда сейчас в каждом храме, везде можно в Евангелии, в интернет-магазинах, везде есть Евангелие. Взять 100 лет назад, за это и вешали, и расстреливали, если у тебя был Евангелие, да, и переписывали от руки все. А у нас сейчас все свободно. Да, в моем, так сказать, молодом возрасте я не знал, где взять Евангелие, чтобы его почитать. Я даже не знал, что оно так называется. То есть это было сокрыто, это была совершенно запрещенная вещь. А сейчас можно. Да, благодарим вас, отец Еменин, что вы к нам приехали. Приезжайте еще. Спасибо, Господи. До свидания. На сегодня все. До свидания.